Добрый вечер уважаемые подписчики моего канала сегодня 9 апреля 2018 года в эфире информационная война Дмитрий Таран комментарии мы потихонечку подходим к обычному режиму выпуска наших передач они будут скорее всего через день и сегодня я хочу поговорить о той теме которая возникла из бурных обсуждений в социальных сетях прежде всего в фейсбуке а там мы до сих пор еще встречаемся с украинцами причем украинцами не только бомберовцами которых кстати меньшинство а и с украинцами которые находятся достаточно заметном такому идеологическом раздрае они не понимают что делать куда идти где находится россия какую россия играет глобальную роль собирается ли россия вообще возвращать свои территории кстати этот вопрос действительно занимает украинцев все обращают внимание на то что в наших социальных сетях огромное количество нельзя сказать националистов я бы их даже назвал это русские бандеровцы только с обратной стороны это люди которые пытаются разжигать национальную рознь там всякими репликами типа хохлы наскакали там и так далее и так далее любят перепущивать разные картинки тот украинец умнеет когда становится русским и так далее я считаю что это и есть та самая глобальная игра при которой русских с украинцами стравливают на десятилетия но тема сегодняшнего эфира заключается в том а что же делать людям на земле которые прекрасно понимают что произошло четыре года назад которые прекрасно видят до какого до какой степени скатилась сама украина в экономическом да в социальном в демографическом смысле в плане да что в стране идет гражданская война причем эта война маскируется под совершенно разные смыслы но люди на земле вот в николаевской винницкой кировоградской областях с которыми нам доводится общаться они четко дают определение причем определение того что происходит причем с такой конкретикой которую мы здесь в россии не всегда себе позволяем хотя думаем примерно сонаправленно и вопрос стоит следующим образом что делать причем что делать на земле каким образом начать подготовку к осуществлению ну как минимум контрпереворота это совершенно необязательно не вооруженная операция эта операция прежде всего политическая и каким образом хотя бы немного препятствовать вот этой идеологической обработки подрастающего поколения наукру которых выращивают бандеровцами которых в детских садах в школах они поют речевки они всячески вписываются вот в это западное информационное поле и по большому счету из 16-15 летних детей сегодня готовят боевиков которые через четыре пять лет будут готовы идти войной на россию как минимум это очень большая проблема с одной стороны многие люди говорят там генерал мороз украину отформатирует переправит и так далее а с другой стороны мы прекрасно понимаем что каждый год работы вот этой идеологической машины западной на украине он приводит к тому что огромное количество русских детей живущих на украине а кто не понимает украинцы это русские и генетически этнически культурно и так далее и так далее но тем не менее вот этот эксперимент который длится уже четыре года он приводит тому что дети которые еще в четырнадцатом в конце тринадцатого года были украинцами вполне миролюбивыми вполне лояльными к россии ну со своим самоощущением со своей самоидентификации но тем не менее это были люди комплементарные к россии то сейчас по прошествии четырех лет информационное поле которое на украине но давит да и образ врага там очень конкретен и понятен что с этим делать и вот сегодня я хочу поговорить о том что можно сделать на земле уже сегодня прежде всего опираясь на украинцев в изгнании украинцы граждане украины у которых синий паспорт они делятся на две большие группы первая группа это те которые живут на территории украины их конечно большинство их не так много как по официальной переписи до их примерно 30 35 миллионов с учетом крыма с учетом донбасса с учетом всех беженцев или людей которые пересекли границу уехали в другие страны их там вот примерно такое число примерно 75 три четверти процентов это все те же обычные люди которые безусловно в какой-то степени пропитаны вот этой пропагандой четырехлетней но тем не менее это люди которые еще помнят советские времена это люди взрослые это люди у которых есть дети которые достаточно трезво оценивают ситуацию это те люди которым не надо объяснять что случилось четыре года назад к чему это привело но поскольку в стране работает охранка и в общем-то военное положение да еще и огромное количество оружия гуляет по стране огромное количество убийств и прокуратуры и силовики вообще не возбуждаются то люди молчат две дырочки и помалкивают то есть они особо не привлекают к себе внимание это и второе мая в одессе научила и мариуполь этому научил и харьковские эпопеи тоже научили и люди вот ведут себя достаточно тихо это не значит что в народе них не растет волна возмущение негодование желания перемен есть люди которые живут по эту сторону границы прежде всего в российской федерации этих людей несколько миллионов от трех до пяти и вот эти люди на сегодняшний день они очень разрознены эти люди получают российское гражданство они ну в общем то вписываются в российское информационное поле но большая часть из них конечно же мечтает вернуться на родину потому что но это понятно почему то есть родина это такая тяга которую но не отменить материальными там какими-то благами всеми трудностями но люди все равно живут в изгнании так вот из этих людей сегодня которые живут на территории российской федерации которые граждане украины которые мечтают вернуться обратно нужно начать создавать структуру что это за структура дело в том что тот момент когда мы совершим контрпереворот мы это я имею ввиду русская глобальная община то есть люди которые разговаривают на русском языке у которых русский культурный код которые живут в белоруссии в украине до на украине в казахстане и так далее и так вот эти люди рано или поздно совершат контрпереворот в киеве как это будет происходить сегодня можно только гадать но это будет для того чтобы начать управлять украины после контрпереворота нужно подготовить кадровую базу для каждой из двух двадцати двух областей ну донбасс я думаю свои территории заберет останется без крыма 22 области для каждой из этих областей нужно подготовить несколько колн управленцев первая колонна это управленцы исполнительского до звена которая будут работать в исполком ах в сельсоветах это и будут управлять территории в переходные периоды этих людей нужно научить люди земли на самом деле не очень понимаю что там делать в этих кабинетах по привычке все будут думать что приходят только за ресурсом но чтобы воровать деньги это не так нам нужно для того чтобы создать новую переучрежденный украину нужно провести не Не только учредительное собрание в Киеве или в той столице, которая будет после контрпереворота. А нужно прежде всего создать кадровую базу на местах, которая будет как часы, как механизм исполнять все принятые решения и проводить это максимально эффективно. При этом не будем забывать, что на земле еще возникнет задача переиграть местные кадровые базы, которые десятилетиями работали на разграбление Украины. То есть это люди, которые работают на сильных мира СИО, на какие-то кошельки, на каких-то очень стоячих предпринимателей на этой территории, разные кланы и так далее. Эти кланы, естественно, что же захотят управлять? Соответственно, с ними нужно обрести какой-то консенсус, а для того, чтобы его обрести, нужно из себя что-то представлять. Соответственно, всех людей для 22 областей нужно подготовить. Я вам скажу, что по численности это примерно 5000 человек. 5000 человек – это критическая масса людей, которых нужно подготовить. Это управленцы, это исполнительское звено. Кроме управленцев, которые непосредственно будут заниматься управлением территорией после контрпереворота, нужно вот та самая колонна или то самое звено, которое называется «Работа с населением». Это журналисты для местных СМИ и для центральных СМИ. И это целая плеяда блогеров, которые будут работать во всех возможных социальных сетях. Причем, нужно сказать, что в случае, если в каких-то регионах будут боевые действия, это значит, что там не будет интернета, не будет электроэнергии или каких-то еще электронных способов коммуникации, то, соответственно, эти блогеры, они должны уметь работать на земле. Они должны уметь от человека к человеку, от двора к двору ходить ножками и говорить все то же самое, что они, ну, как бы изначально готовятся говорить на камеру. Их тоже нужно подготовить. Это очень специфическая работа. Это работа высокоинтеллектуальная. Человек должен уметь все. Это стингер, да, стрингер. Это человек, который должен уметь работать с камерой, уметь писать тексты, писать статьи, сам на лету монтировать, размещать. И человек, который может создавать информационный фон, информационную такую основу, подводочку. При этом это люди, которые должны быть шикарными полемистами, они должны уметь состязаться в социальных сетях с противоположной стороной по идеологическим вопросам. Это люди, которые должны создавать общую сводную картинку по каждому региону и в целом по всей Украине. Третья колонна – это люди, которые называются разведка, контрразведка и безопасность. То есть новая переучрежденная Украина – это страна, в которой, безусловно, должны быть силовики. И эти силовики должны дать четкую оценку тому, что происходило на Украине за последние 4, а то и более лет. Соответственно, нужно ввести уголовные дела, нужно ввести учет всех воинских преступлений. Нужно ввести дело производства по всем случаям, по всем эпизодам и всем преступлениям. Причем не только военным, но и экономическим. Страну разграбляют 4 года. И, соответственно, этих людей нужно научить. Понятное дело, что старая кадровая база еще и на Ковичских времен, безусловно, без нее никуда, потому что это специалисты. А может быть, даже и более ранние призывы. То есть люди, которых, например, еще во времена Ющенко изгоняли из органов, они тоже сюда, в строку. Но с этими людьми надо работать. Понятное дело, это все нужно делать в содружестве со спецслужбами Российской Федерации. Если такое содружество возникнет, если оно не возникает само по себе, его нужно организовывать. И таким образом вот эти три колонны подготовить. Но это то, что сразу видится, объем работы, который сразу видится после контрпереворота в Киеве и создания новой переучрежденной Украины. Для того, чтобы этот контрпереворот подготовить, нужно провести комплекс мероприятий, которые сами украинцы, по моему мнению, сделать, в принципе, не смогут. Дело в том, что вот эти 3-4 миллиона украинцев, которые находятся на территории России, там есть ресурсообеспеченные люди, безусловно. Но эти люди, они принадлежат к разным кланово-корпоративным группировкам. Иногда пробандеровским, иногда олигархическим. И, в общем-то, свести к одному знаменателю этих людей, это тоже задача еще та. К ним нужно делать подходы, с ними нужно общаться. Но это не простая задача. А сами простые люди на Земле, они занимаются тем, что выживают. Соответственно, ресурсов не только денежных, но и интеллектуальных, времени, которые они могут потратить на эти задачи, у них не много. Скажем так, их вообще нет. Они с утра до вечера занимаются выживанием в стране пребывания, куда они приехали, убегая от бандеровского путча, переворота. Соответственно, плечо интеллектуальное, организационное, кадровое, ресурсное предоставить Украине надо, потому что Украина это историческое название Русь. Это очень важная составная часть большой русской страны. Русская в данном случае, я опять же повторяю, неонациональность. Национальность называется Русин, а русский это цивилизация. То есть там и армяне, и евреи, и татары, там все, кто говорит на русском языке. Соответственно, ядро, которое находится в большой России, ну, в Российской Федерации, оно должно озаботиться тем, что происходит на окраинах. И если, например, создастся критическая масса, инициативная группа с Украины, которая будет искать плечо, опять же повторю, не только финансовое, а плечо организационное, координационное, согласовательное, да, чтобы согласовать все движения, чтобы никто, ну, кто в лес, кто под рова не было этого движения, то мне кажется, что эту часть работы тоже нужно сделать. Но, вернемся к молодежи. Мне кажется, что сегодня самая важная часть работы это восстановление отношений между русскими и украинцами на цивилизационном уровне. То есть, вот та работа, которую бандеровцы, американцы проделали за 4 года, мы видели, да, в детских садах, в школах люди поют речевки, да, ходят маршами, ходят на эти факельные шествия и так далее. То есть, вирус вот этой бандеровщины, он, конечно, пронизывает сейчас общество намного сильнее, чем в 13-12 годах. Нужно организовывать противодействие этому на уровне мягкой силы. Мягкая сила в данном случае это контент. Понятное дело, мне сейчас упрекнут, скажут, ну да, ты в прошлом директор киностудии, ты кинематографист, ты, конечно же, вот все поворачиваешь в эту сторону. Я в данном случае выступаю не как кинематографист, а как человек, который работает с детьми, с блогерами, да, и я каждый день провожу исследования относительно того, что дети смотрят, по часам. Вот что они смотрят утром, вечером, да, днем, когда они там сидят в маршрутках, когда они на переменах, что смотрят дети? Я вам скажу, что они смотрят топовых блогеров, они смотрят фильмы, сериалы, они играют в игрушки и, в общем-то, да, они еще смотрят порнографию. То есть, весь этот контент, как правило, западного производства или, как правило, производства столиц Киева, Москвы, но эти люди, которые блогеры, которые заливают эту информацию нашим детям, это люди, которых тоже вырастил Запад. И если посчитать количество говорящих голов с западной ориентацией, да, и количество говорящих голов нашей, с нашими целеполаганиями, да, то нам там работы, там еще конь не валялся. То есть, там соотношение даже не один к десяти, один к ста, если не один к тысяче. Это что касается топовых блогеров в возрасте от 12, там, то есть 13, 14, 15, 16, 17, 20 лет. Вот такие люди, и желательно, чтобы это были украинцы, а также желательно, чтобы это были русские, ну, граждане Российской Федерации. Вот таких вот людей, блогеров, нужно выращивать. Нужно, чтобы они говорили о простых жизненных вещах, не обязательно о политике, не обязательно о месте Украины, в общей русской глобальной общине, а чтобы они говорили о том, о чем наши дети, в принципе, говорят друг с другом. Они говорят о развлечениях, да, об отношениях между полами и между, просто между людьми, да. Там кинокритика, там музыки, там песня, там юмор, комедиклаб, то есть весь вот этот список вопросов, которые каждый день являются, ну, основой информационного поля. Вот в каждом из этих направлений нам нужно иметь блогера или группу блогеров, которые бы поставляли качественный контент каждый день. Но самое главное, на что нужно разориться, на что нужно потратиться, это создание короткометражных и полнометражных фильмов и сериалов, которые бы распространялись через интернет и которые можно было бы видеть на территории Украины, ну, на том же Ютубе. Вот это и есть мягкая сила. То есть нам нужно озаботиться созданием киноисторий, с транспортировкой этого контента через интернет, для того, чтобы молодые люди на Украине могли посмотреть в этих фильмах на образ героя нашего времени в их возрасте. Нам нужно воспеть героя нашего времени, украинца, который, например, ему там 14-15 лет, который является там, ну, например, потомком победителей Великой Отечественной войне. При этом он, например, является там, ну, человеком, живущим активной жизнью, да, и, соответственно, внедренным, ну, поглощенным, погруженным вот эту бандеровскую информационную картинку на Украине, да, и при этом надо показать, как человек с этим уживается или не уживается, какие он принимает решения. Нужно воспеть нравственные поступки молодых людей, которые они, в принципе, могут совершать. Мне могут сказать, так этого нет в жизни. Я вам скажу на этот счет следующее. В жизни бывает всегда то, что стоит на полке этого супермаркета. Чем больше у нас развращающего кино в интернете и в кинотеатрах, тем более развратная жизнь в окружающем мире. И наоборот, чем больше нравственных фильмов или чем больше мы воспеваем героя нашего времени, тем больше героев нашего времени будет на территории Украины. При этом, понятное дело, мы будем делать двухплечные фильмы, когда герой, например, россиянин, а героиня украинка. Или наоборот, мы будем показывать матрично отношения между людьми, которых вообще не разделяет вот это деление на русских, на украинцев, вот это призывание, расколы к войне и так далее. Мы будем показывать правильное отношение к старшему поколению. И мы будем всячески, ну просто в промышленных масштабах, нужно производить такие коротенькие фильмы, от двух, трех до двадцати минут, до двадцати пяти, посевать их в интернете для того, чтобы дети с той стороны могли хотя бы увидеть хоть что-то, что противопоставляется бандеровской пропаганде на уровне начальных учебных учреждений, детских садов, начальных классов, школ и так далее, и так далее, и так далее. Вот эту часть работы люди в изгнании, украинцы, сами не сделают. Здесь нужна системная, структурная, политическая воля, даже не государства Российской Федерации, а общественных, неправительственных организаций, которые разделяют вот это целеполагание, о которой я сейчас говорю, и которые понимают, что это понизит меру кровавости событий в ближайшие 6-10 лет. То есть, они-то, наши противники работают с детьми, они готовят их к войне, они готовят их как пушечное мясо, а мы должны в это время что-то этому противопоставить. Вот эту часть работы, мне кажется, стоит обсудить, причем обсудить на кухнях, обсудить среди людей, среди лиц, принимающих решения, которые ставят или обсуждают у себя в офисах такое целеполагание. Я хочу сказать, что в Крыму методическое, техническое обеспечение такого процесса разработано уже давно. Программа «Информационная война» выходит 4 года, и все эти 4 года мы фактически только тем и занимались, что разрабатывали методику такой работы. Понятное дело, что этого никто никогда не делал. Украина никогда у нас не была под оккупацией в таких объемах и таких масштабах. Это первый раз. Ни у Ленина, ни у Сталина, ни у Хрущева, ни у Брежнева таких проблем вообще не было. Как мы должны решить сегодня, в наш период ответственности. Я приглашаю всех людей, кому эта тема интересна, кто является русским или украинцем, или казахом, или белорусом, это совершенно не важно, но которых интересует вопрос большой страны и возвращение утерянных территорий большой страны. А сами по себе территории без людей вообще ничего не значит. Ну, кроме базирования третьего позиционного района ПРО. Нам нужно вернуть людей. И вот по работе с населением, по тому, как возвращать людей, особенно как возвращать людей молодого возраста, вот это, мне кажется, сегодня самая основная задача, которую никто не обсуждает, над которой никто не работает. А все время мы играем в поддоки с глобалистами, которые через федеральное ток-шоу, через производство фильмов, которое монополизировано, посевают эту рознь и готовят нашу молодежь по обе стороны границы к войне на десятилетие. Вот этому мы должны что-то противопоставить. Сегодня 9 апреля 2018 года. В эфире была информационная война. Ставьте лайки. Наша программа сейчас полностью интернетная, да, интернет-формат. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Обязательно подпишитесь, потому что чем больше аудиторию информационной войны, тем больше людей будет вовлечено в обсуждение этой проблематики. Хочу сказать, что наш проект двигается сейчас абсолютно в самостоятельном режиме. Для того, чтобы производить войну, мы занимаемся с детьми, мы читаем тренинги, мы проводим мастер-классы и так далее. Поэтому, если наша работа вас вдохновляет и вы считаете ее необходимой, то просьба по реквизитам, указанным в подписи к ролику на YouTube, поддержать наш канал любыми суммами, на которые вы посчитаете возможными. 100, 200, 300 рублей. Мы любой помощи будем рады. Хочу сказать, что во многом благодаря вашей помощи программа выходит и будет выходить в эфир. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание.